Всем привет еще раз. Ролик последний. Значит, если кто-то захотел сделать мульфин, все вы это дело сделали, тут другой вопрос, как бы с титрами разобраться, да? Ну, давайте простенький такой вариантик сделаем и посмотрим. Потом на этом варианте уже можно экспериментировать, что там да как. Так, ну первым делом, что семерка на нампаде. Так, семерка на нампаде. Добавляем какую-нибудь картинку. Так, это у нас получается имейдж, бакграунд, десктоп. Картинку можно скачать в интернете. Вот такой вот есть вариантик. Так, тройка на нампаде. R перекрутим, чтобы анимация шла именно снизу вверх на единичку. Так удобнее вроде бы будет. Так, теперь семерка на нампаде. Нужно добавить текст. Ну, что-то же должно написано быть. Add. Добавляем текст. Вот. И тут такой вопрос, что если в настройки сейчас заходим, находим шрифт, фонд, и тут будет только на английском. А вам надо, что вы в России живете, надо допустим на русском печатать. Сейчас все подгрузится, текстов тут. Вот. Тем более с экрана еще пишу. Чуть долговато. Вот все тут на английском будет. Что сделать? Нужно зайти в edit преференции и отключить английский язык, переключить на русский. Так, теперь выбираем фон какой-нибудь. Опять ждем. Сейчас подгрузится, видите, долговато это дело с записью происходит. И выбираем какой-нибудь там более прикольный, какой вам подойдет. Ну, допустим, ну, пускай будет вот этот. Без разницы. Так, теперь заходим в режим редактирования. Тут уже можно, значит, печатать, ну, слово какое, значит, конец фильма, да? Так, опа. Пардонте. Не тот выбрал. Бывает такая штука, что текст не подошел, да? Так, какой? Ну, вот этот тогда попробуем. А ну-ка. Все. Нормально, русские буквы появились. Пишем. Конец. О. Конец. Пробел. Ну, с большой, наверное, тоже, да? Конец фильма. Так, вот получается у нас есть такое слово, такая надпись. И теперь здесь можно менять размер. Вот. Делать больше, потом делать сдвиг. Вот, раз там штукенция. Можно даже это дело заанимировать. Видите, тут прописка есть. Так, теперь. контрол-зет, контрол-зет, контрол-зет. Вон так. Это не работает тут такая. Контрол-шифт-зет. Надо вот эту штуку возвращать, значит. По нолям. Так, теперь, что тут еще есть. Межбуквенное пространство, потом интервал, потом идет межстрочное, смещение, вбок, влево, по центру. Вот такая вот есть еще функция. Тоже все это дело можно прописывать. В принципе, тут можно сделать буквам и анимацию. Так. Давайте посмотрим, как все это дело происходит. Сразу заанимируем что-нибудь такое, да? Так. Можно это все дело отделить, выделить. Так. Зайти в Object Mode и сделать просто мешом. Вот эти буквы. И потом, значит, уже вставлять кости. И каждую букву анимировать. Или, допустим, шипкеями. Как вариант. Так. Ну ладно. Это дело есть. Теперь. Попробуем, давайте, вот как все это дело делается. А потом... Не, или вот эту мелкую можно заанимировать, попробую. Давайте. Так. Размер. Допустим, первую. Тут будет на 20-м кадре. Допустим, все это дело растягивается. Наклоняется. Прописываем. Так. А эту тогда возвращаем в ноль. И тоже прописываем. И вот у нас уже такая раз. Анимашка пошла. Все. Теперь можно раздвигать, вытягивать. Что хотите с этим делом делать. Так. Нормально, да? Все. Так. Попробуем. Если мы это все дело сейчас обратим в Mesh. Так, конвертировать в Mesh. То, видите, у нас пропадают вот эти анимации. Тоже не есть good. Придется тогда, если делать вот этим Mesh, вставить косточки. И уже каждой косточкой буквы регулировать. Ну, не суть вопроса. Это вот как вариант, значит, есть. Теперь давайте добавим еще раз текст. И здесь нам понадобится что? Ну, какая-нибудь там Пупкин. Кто участвовал, допустим, в этой штуке, да? Так. Ctrl Z не печатает. Почему? Потому что не выбран текст. Так. Заходим. Опять же, выбираем какой-нибудь текст. Все. Это что у нас происходит. Заходим в режим редактирования. Там. Тин-дин-дин. Все это дело убираем. И, ну, приблизительно там, допустим. Иванов там. Там. Тин-дин-дин. Тин-дин. Enter. Там. Тин-дин-дин. И вот так вот можно весь текст, значит, запечатать. Так. Есть такое дело, да? И теперь давайте большой какой-нибудь текст сделаем. Ну, описание, допустим, кролика. Кролику там, да? Там. Кто чего. На базе чего. Кого. Как. Там. Так. Вот у нас получился вот такой вот текст, да? Так. Все. Теперь заходим в обрик-мод. Вот, в принципе, если нас все это дело устраивает, зайдем. Ну, вот редактировать. Можно вот эти вот выбирать как-то тексты, наверное. И потом все это дело подгонять. Ну, это долгий процесс. В принципе, можно что сделать? Давайте попробуем конвертировать в Mesh. У нас вырастает 64 тысячи полигонов. Ну, потому что вершин становится больше. Это дело не вопрос. Мы заходим в модификаторы, добавляем просто упрощение. И упрощение для таких дел, в принципе, это нормально. Так. Еще прям поменьше. Так. Это сильно меньше. Так. 9 тысяч полигонов. Можно еще меньше сделать. Так. Это сначала применим. И еще раз добавим упрощение. Ну, чтобы буквы, опять же, не разлетели. Все нормально, чтобы было, да? Принять. Все. Все читаемо. Все хорошо. А на сетку, в принципе, по барабану она упрощена. Это не персонажи какие. Так. Все. Текст есть. Теперь мы можем зайти в режим редактирования. Выбрать вот эту функцию. Там какой-то текст. Выбрать, допустим, P. SELECTION отделить. Правка. Перейду опять на английский язык. И вот у нас теперь получается два текста. Вот. Третий у нас вот этот. Это у нас все можно теперь двигать. Корректировать. Вытягивать там, не знаю. Ну, вот по центру где-то. S уменьшать. G там или мофта. Могу-то я перетягивать. Единица на нампаде. Тройка на нампаде. Делаем R. Все это дело перекручиваем. Единичка на нампаде. Где у нас тут? Alt H. Картинка куда-то. Текст, текст, текст. Так. Это камера. Пока отключим. Так, куда-то пропала картинка. Empty. Так, я ее, наверное, удалил, да? Ничего, не вопрос. Это не вопрос. Мы еще раз тогда add. Empty image. Заходим. Куда нам в шейдинге, да? Empty, open, desktop. Находим, где у нас находятся все вот эти штукенции. Тройка на нампаде. Перекручиваем все это дело. Итак, продолжаем. Значит, что у нас? Первый текст по центру. Тут будет, допустим, этот как вам? Участники, те, которые участвовали именно в создании, допустим, какого-то ролика, мультфильма. Давайте, возможно, это дело еще shift D продублировать. Сделать это дело еще побольше. Там какое-нибудь разграничение, там разное сделать. Все это дело выбираем, компонуем. Подгадываем вниз. И теперь находим, где у нас тут текст. Конец этот, да? Тройка на нампаде. Делаем R. Делаем S. И тут вариант такой. Вот эта надпись может, значит, или сдалека откуда-то падать на этот холст, или вылетать сбоку. Но это уже другие моменты, да? Давайте сделаем каким образом. Уведем ее вбок. Так. На первом кадре значит, это все будет тут. На двадцатом. Так. На десятом. все вылетает, значит, вот сюда. И локрот. Так. Раз так. А ну-ка. А, подождите. Тут по-другому, значит. И локация. Потом пропись вылета есть. Все. Теперь или он уходит вверх. Вот эта вот надпись. На каком-нибудь вот прочитали. Все. Тут какие-то события сейчас произошли. Так. И на сороковом пускаем значит ну, к пятидесятому кадру, допустим. Он должен вот здесь оказаться уйти, да? Можно его даже повыше убирать, потому что там еще текст будет двигаться. И смотря сколько у вас текста, ну, на ту высоту и убирайте ее. И локация. Ну, а потом уже все это можно подгадать именно на то время. Вот сколько должна идти вот эта вот конечная часть, допустим, там минуту, допустим, да? Титры. Или там пятьдесят секунд. Все это дело высчитываете, столько же кадров ставите и под эти кадры уже подписываетесь. Так. Теперь что у нас получается? Так. На пятидесятом должен у нас здесь подняться значит вот этот текст. Ну, пускай ну, да, на наверное на восьмидесятом или так ну, да, восьмидесятый кадр пускай. Вот здесь уже текст появляется. Он должен оказаться здесь вот. Пишем и локация и потом на сотом допустим он тоже убегает и локация. Смотрим. Бац, бац, бац. На первом кадре подгадываем где он должен быть на первом кадре. Ну, допустим, здесь, да? Прописываем тоже и локация. И вот у нас сначала вылетает конец фильма, потом у нас пошли какие-то титры. Так, следом идут так на каком кадре? 110, да? Так, на 110 кадре должен уже подходить вот этот гражданин и локация. Так, ну и пусть побольше идет, да? Помедленнее. Там сколько кадров он должен оказаться тоже где-то вот тут и локация. Следом у нас самый большой текст. Пусть он на первом кадре будет тут тоже его пропишем и локация. И потом он значит подходит уже запоминаем 110 был он уходит и со 110 допустим пусть уже поднимается вот этот большой текст. А, тут еще маленький есть, да? А ну-ка. Маленький вот подходит 160 и значит от 160 должен уже подходить вот этот гражданин. Так. И локация и опять же где-то секунды внутри, да? Это 24 25 50 ну пускай 100 200 200 кадров тоже уходит сюда и локация вот так что-то происходит. 0 на нампаде Shift F погуляем немножко выставим камеру так это будет 0 так тройка на нампаде включаем значит камеру смотрим ее чуть еще выровняем так и теперь тройка на нампаде G чуть-чуть опустим так смотрим что произошло слишком быстро все это дело происходит буквы не видно значит все это дело нужно настроить значит добавляем какие-нибудь там цвета можно текстуры добавлять так это будет красный потом это будет у нас тоже пускай будет красный так ну пускай будет синий без разницы так не хочет назначаться значит цвет а ну-ка или назначен а назначен пардонте не на той нахожусь так теперь здесь тоже поставим красный цвет ну и этому цвету пускай будет синий ну опять же приблизительно так с текстами разобрались с камерой разобрались с задним фоном разобрались потом идет у нас что ну был какой-то мультфильм да и были какие-то персонажи давайте добавим каких-нибудь персонажей значит сначала выберем все вот эти тексты и сделаем что с английская с и прям ну пускай кадров 500 да ставим 500 кадров смотрим насколько все это быстро будет происходить прям можно еще наверное прибавить с кадров 800 чтобы еще события успеть какие-то сделать так теперь закидываем сюда персонажей каких-нибудь так тройка на нампаде видите что все отдалено картинка дальше буквы чуть выше все нормально теперь файл импорт и делаем фбх какие-нибудь файлы добавим так ну давайте вот этого персонажа где он тут добавился так единица нампаде g он будет значит вот с этой штукой идти вот с этой надписью можно даже подгадать к надписи тройка нампаде единица нампаде опустить на какие-то буквы вот так выбираем допустим кости и потом сейчас пропишем где он должен находиться на этой надписи так еще одного персонажа добавляем файл так файл импорт фбх так g опустим пусть он будет это что он делает посмотрим а ну-ка идет идет он коротко можно эту значит анимацию до 100 еще продублировать значит как это делаем по примитиву опять же выбираем наши кости заходим в post мод английская а выбираем все кости вот это все просто shift дублируем и подгоняем значит где это будет анимация смотрим чтобы стык не тормозил так все ну еще давайте на всякий случай добавим все это можно будет подгонять уже не суть вопроса да так главное чтобы он тут не заикался ну в принципе что идет да идет заходим в облик мод выбираем следующего персонажа который танцует так у этого 220 кадров тут вообще милое дело так семерка на нампаде выбираем вот этого персонажа кости можно не менять если вам не надо будет переписывать что-то да дописывать переписывать и значит семерка на нампаде пускай где-то он ну здесь пусть если выйдет да так смотрим надо будет эту анимацию значит перетянуть потом на какой-то кадр а на какой чтобы понять допустим вот фильм выходит в принципе пусть тут и бывает да прописываем на первом кадре и локация костям потом идет значит вылет у нас конец фильма он уже должен появиться здесь и локация и потом когда улетает надпись он уже должен уйти вот сюда и нормально так потом у нас значит идет вылетает надпись даже он может еще дольше идти не вопрос ну для как для понимания да так здесь вот вылетает тоже надпись потом пошла следующая надпись вот на этих промежутках вот где нету букв можно там чтобы пролетело что-то или тут часть сюжета какого-то чтобы была смешная там с персонажами так и что ну дальше она идет и вот здесь где начинается движение вот здесь вот выбираем кости этого персонажа поднимаем опа control z не выбрал кости выбрал персонажа маленькое все так поднимаем пишем и локация и значит все это дело поднимаем вот так на надпись прописываем и локация и где он должен оказаться он должен с этой надписью оказаться вот здесь уже поднимаем значит на надпись тут корректируем не суть вопроса так и значит еще на каком кадре чтобы он именно уехал нормально так зашибись так ну еще одну какую-нибудь штуку добавим да еще какую-нибудь анимашку а ну-ка что тут есть можно добавлять тут бабочек птичек там орех пролетел там какой-то сюжет раз и исчез допустим сейчас попробуем когда будет персонаж исчезать так импорт fbx это есть фау вот это ну-ка попробуем всего лишь вот 18 тысяч почти 19 18 половиной тысяч полигонов но это немного так этот уже гражданин у нас падает r мы его перекрутим g уведем куда-нибудь и получится что нужно подгадать вот эту анимашку так покадровку сейчас мы его сначала перекинем пропишем так на каком кадре тут поднимается вот эта штука надпись да вот выбираем его анимации и g перетаскиваем значит вот сюда теперь самого персонажа перетаскиваем пониже вот сюда вот сюда наверное прописываем и локация следом надпись идет он тут раз и падает падает он за надпись это не есть хорошо так мы его чуть-чуть отгадаем подтянем потащим подверх и локация и перепишем ему вот эту первую ну в принципе чего переписывать оп нормально и значит что он же должен исчезнуть лежит надпись значит уходит и смотрите что делаем s а ну ка и в ноль его убираем чтобы его видно не было и прописываем и скайл и прописываем и локация а ну-ка что получилось теперь на первом значит да или на каком-то кадре надпись уходит и назад надо его s вернуть в его нормальный размер сразу не прописал печалька а ну-ка и sky а ну-ка а ну-ка анимацию перемотать здесь вот он раз упал все теперь вот эти кадры а ну-ка где он тут еще оп вылетает тогда sky не нужно вот это все удалить можно так давайте зайдем в post мод эти кадры можно удалить и вот эту анимацию просто значит shift d продублировать и значит отразить mirror а ну-ка g вытягиваем ее сюда и оп и он уходит назад прикольно да оп упал и хоп встал назад ушел так есть такое дело ну а дальше что семерка на нампаде так единица нампаде включаем свет настройка света так ноль на нампаде просматриваем что тут получится вот здесь можно чуть даже ускорить так шифт дем делаем нижнюю подсветку это идет у нас значит g задняя подсветка и шифт дем пусть идет боковая ну по примитивчику тогда а ну-ка ноль на нампаде так так вот здесь уже камеру камеру побольше поставить так а ну-ка s увеличим задний план и тогда shift 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 f а ну-ка упал что-то тут у него там происходит уходит тут еще какие-то события может еще какой-то текст идет боковой там или еще какой так вот эти вот подтянуть на поближе слишком большая задержка так а ну-ка а ну-ка Продолжение следует... И вот сколько тут пустоты. Так, поднимаем. И вот этого персонажа сюда переводим, значит, его анимацию. Готовим. И вот здесь. И вот здесь. И вот здесь. переписываем под экран локация 0 на лампаде тогда у нас получается что 653 кадра здесь можно этого гражданина по пути пустить чтобы нормально шел или подгадаться по кадрам чтобы у него нормально все это проходка была вот он еще может идти идти ну кадров мало нужно тогда это дело все продублировать переписать ну пример все таки смотрим бац падает тут еще углы можно заполнить как-то там цветами еще чем-то ну такая штука какие-то симуляции ролики значит оставлю в описании как можно там мух сделать летающих или там предыдущих роликов что-то взять ну а так в принципе что вот сейчас раз и персонаж поднимается элвис прессы бам 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 тут идет описание текста все зашибись все нормально только текст еще подгадать надо все выравнивается дополнительное освещение какие-то еще элементы не забываем вот такая простая значит возможность сделать интро так вот да так попробуем еще настроить на свет так что у нас тут за собачим значит что-нибудь такое я на тут находится талика вот она эмиссия бэмс а ну ка ту 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 эмиссия вот уже засветилась выбираем какой он цвет о панды Так. Вот теперь надпись будет светить. Можно значит использовать просто надписи в качестве света тогда. Вот такие варианты. Ну вот такой простенький значит способ какую-то такую штукенцию с надписями замутить. Ну опять же подгадываем скорость чтобы это все разлететь можно было там плавненько чтоб все уезжало. Ну на этом все. Всем пока. До свидания. Остальные навороты. И так вот на этом все. Если нужно какие-то добавить там осколки какие-то еще предметы все смело добавляйте. Уменьшайте допустим какие-то полигонажи. Где-то сетку чуть уменьшайте чтобы вес поменьше был этого дела. Вот такая штукенция. Все. Всем пока. До свидания. Не Command.